Всем здарова, дорогие друзья! С вами, как всегда, Нигма. Продолжаем играть с ними в различные андроид-игрушки и возвращаемся в Mortal Kombat Mobile. У нас вышло обновление. Игру немножко обновили. Правда, перед этим она была где-то три дня недоступна. То есть, буквально там, вчера или сегодня... Нет, не сегодня. Наверное, вчера всё-таки игра запустилась. Были техработы, были проблемы с обновой и так далее и тому подобное. Вроде бы чуть-чуть как-то чё-то с графикой сделали. И у меня из-за этого игра стала фризить. То есть, она у меня уже меньше лагает, чем раньше. То есть, во время боёв. Но она именно подфриживает во время боёв. Я думаю, вы это увидите. Я не знаю, как с этим бороться. Возможно, чё-то можно как-то исправить. Но я не в курсе. Если кто знает, напишите, у кого была такая же проблема. И кто с ней справился. Так, ну, здесь нам нужно использовать с вами... Давайте посмотрим требования, во-первых, на Кракена Рептилию. Будем проходить испытания. У нас всего один день и 10 часов осталось сегодня. Я думаю, пройду первые две сложности, потом ещё. Я ещё не пробовал, как игра сейчас работает на запись. Но если она работает ещё хуже, чем без записи. А без записи она фризит, а это бесит. То это будет крайне печально. Так, в вашем атрибе должен быть Ермак, персонажа внешнего мира. Ну и первые три башни стандарт. Поэтому пойдём, собственно, с вами играть с Джонни Кейджа. Интересно, они ускорили... Нет, нифига не ускорили они анимацию пропуска боёв. Всё так же полтора часа она пропускается. Это, конечно, печально. Но поехали. Аштег сержант и монах. Насчёт фризов, я думаю, вы сами всё увидите во время матчей. И причём, чем больше ты играешь матчей, тем чаще эти фризы происходят. Я не знаю, зачем они это сделали. Почему каждый раз, когда выходит новое обновление, игра начинает работать хуже? Я этого просто не понимаю. Почему они не могут улучшить работу игры, а не ухудшить её? Кстати, фризы никуда не делись. Ну, то есть не фризы, а именно притормаживание. Но фризы, я думаю, появятся, когда... Ну, спустя несколько боёв, короче говоря. Либо, возможно, они могут появиться в любой момент. Вы видите, какие-то микроподлагивания, какие-то микроподвисания вот такие вот. А иногда игра вообще прям жёстко фризит. И это может даже сказаться на каком-то из боёв. А чё у нас ещё добавили, собственно, в новом обновлении? Они добавили возможность в обычном режиме воин-фракции, то есть в быстрой битве, там, где, знаете, один, три, пять и семь боёв, возможность получить одному из персонажей десятое слияние. Ну, до десятого слияния, соответственно. Есть и двое других персонажей в команде десятого слияния. Ну, также это работает с более низкими слияниями. То есть, допустим, если у вас один перс десятого, другой восьмого, то третий, который вы добавили, если у него ниже восьмого слияния, то он автоматически поднимается до восьмого. И также, собственно, работает со всеми другими слияниями. То есть, даже если, допустим, у вас персонаж нулевого слияния, да, то есть без слияний, и вы просто используете двухдесятого слияния персонажей в своём отряде, то тот персонаж, который нулевого, то есть без слияния, он автоматически поднимается до десятого. Но эта фича работает только в режиме быстрых битв в воинах фракций. Больше эта фича нигде не работает. То есть, ни в башнях, ни в режиме выжившей. Поэтому я считаю её достаточно бесполезной, потому что сам режим, как это сказать... Но с другой стороны, с другой стороны, можно теперь теоретически снимать обзоры на персонажей. Правда, выбор пул поддержки ограничен. То есть, нельзя, допустим, если у тебя нету двух персонажей из ударной группы десятого слияния, ты не можешь там поставить одного, который не десятого слияния, и типа получить сразу десятое слияние. Самый слабый персонаж будет повышен до второго уровня по силе в отряде. Ну, либо если они двое, как я и говорил, десятого слияния, то они автоматически... То третий персонаж автоматически поднимется до десятого. Так, минус ящер. Небольшие подлагивания появились в игре. Я не знаю, я вообще вот на самом маленьком экранчике не замечаю, что как-то графика изменилась или того. Для меня это как бы не особо заметно. Но вроде бы они говорили, что они что-то подкрутили, и именно из-за этого начались проблемы. Причем такие проблемы вот с фризами не только у меня. Они есть, да, видите, новая анимация золота. То есть золото сейчас выглядит немножко по-другому, а мы отправляемся в вторую башенку. Так, и загружаем челлендж 2. Мне еще показалось, что вроде бы чуть-чуть быстрее стали бои загружаться, но это, может, просто мне глючит. Это, типа, мне просто кажется. Скорее всего, мне это кажется, потому что вряд ли они что-то меняли с движком. Но что-то с игрой они определенно сделали. То есть, как они говорили, что-то они там с графикой сделали. Еще они отбалансировали персонажам все статы, причем в худшую сторону. То есть, они амазком срезали дополнительную атаку и дополнительное здоровье. Теперь они стали более, как сказать, худыми. Но, как бы это не повлияло на, собственно, балансы игры, потому что абсолютно все... То есть, и у противников срезали слияние, и у вас. То есть, как будто ничего и не изменилось. Не знаю, правда, зачем это было делать разработчикам. Некоторым, видимо, персонажам они, наоборот, добавили чуть больше атаки. Некоторым чуть-чуть понизили. Я думаю, в этом и стоит корректировка. Но, видимо, для того, чтобы как-то было более-менее адекватно это все, они сделали понижение статов практически всем персонажам в игре. И очень сильно это коснулось именно алмазных карточек, что на удивление. Вот золотых это почти не коснулось, а вот алмазных очень даже. И, как бы, это достаточно такая обидная тема. Потому что теперь в некотором роде некоторое золото стало даже сильнее, чем некоторые алмазные карточки. Хотя и раньше было такое, что там была пара персонажей алмазных слабее, чем золотые некоторые. Но сейчас прям не пара уже. То есть, сейчас побольше их стало. Хоть и не намного, но побольше. Эх, как говорится, прощайте мои 100 тысяч урона у Скорпиона. Хотя, может быть, если на него повести клинки Мурамаса и молот гнева, может быть, у него будет все-таки 100 тысяч. Но будет заметно меньше урона, чем было до этого. Так, ну здесь мы быстренько расправились с противниками. Тут, в принципе, ничего сложного. Двигаем с вами дальше. Получаем косарь по голде. В принципе, всегда приятно. Лишним не будет. Тем более, что нам приходится тратить голду на пропуск боев. Но ничего, скоро у нас появится башня. Кстати, башня у нас появится сегодня вечером уже. И, возможно, это будет не одна, аж целых две башни. То есть, обычная фатальная. Как я понимаю, это будет что-то вроде Эденийской башни. И, да. И в ней можно будет выбить всяких Джейд и Китану. И, вполне возможно, будут бруталити на Китану. Мне кажется, так. Так, ну поехали в бой. А еще там будет, по-моему, Рейн в этой башне Эденийской. Потому что он вроде бы тоже как-то к Эденийцам относится. Я, правда, не знаю лора Рейна, поэтому не уверен на все 100%. Но, мне кажется, не зря они его добавили. Возможно, он как-то к Эденийцам тоже относится, этот Рейн. Хотя я никогда его лором и историей особо не интересовался, честно говоря. О, нифига себе она жирная. Она выдержала даже мою атаку. Вот видите, какие-то микрофризы появились. Они понятные и неприятные. И чем дольше ты играешь, чем вот эта вот фигня вся усиливается. Посмотрим сегодня, как игра будет себя вести. С момента начала нашего прохождения и, собственно, до его конца. Так, только серебряные персонажи. У нас третья башенка. Давайте перейдем к ней. Здесь нам уже понадобится челлендж 3. За, как сказать, предустановка. Опять же, будем скипать, собственно, некоторые бои. Интересно, они уменьшили количество золота за скип-боев в испытаниях? Чет сомневаюсь, конечно. Но мало ли, вдруг фиг его знает, как бы. Так, потеря баланса. Ничего страшного, пока что, в принципе, терпимо. Ну, вообще, кстати, достаточно забавно получилось, что я не так давно отравился достаточно сильно. Хрен знает чем. То ли рыбой, то ли шаурмой. Фиг его знает. Короче, чем-то отравился, в общем-то. И как раз в это время у меня были... Точнее, не у меня, а в Мортал Комбате проходили техработы. Я просто валялся все дни и спал. Охреневал, так сказать, от жизни. У меня живот дико болел, поэтому я даже не записывал видосики. Но я еще до сих пор не выздоровел. То есть у меня вот прям сейчас болит живот все еще. Но мне уже немножко получше. Я хотя бы могу начать уже записывать. Но еще достаточно, знаете, некомфортно чувствую. То есть еще я не пришел в себя. Но сегодня, за последние три дня, я наконец-то смог нормально поесть хоть что-то. Поехали дальше. Но все еще мой организм реагирует на еду, знаете, так себе. Вообще, по сути, по-хорошему, не надо было еще есть пару дней, чтобы организм полностью восстановился. Но я такой, на, получай, ты что еще восстанавливаешься? На тебе вот это вот, еды, чтобы тебе тяжело было. И ты, главное, не отравиться сейчас еще раз и не усугубить свое отравление. Да. Но я специально не стал брать, знаете, такие вот продукты тяжелые какие-то особые, знаете, типа мясные там вот. Или с майонезом там какие-нибудь. Я, знаете, так по-легкому пока питаюсь. Так, давайте еще раз беремся с Тректилией. Ну, знаете, вот именно в режиме испытаний фризов меньше. Если бы я играл, допустим, в Войны фракций, неважно, выжившего, либо в обычных боях, у меня бы фризило гораздо сильнее. Как, в принципе, у меня и фризит башня Шалкана. Но, с другой стороны, все может измениться в любой момент. То есть, может быть, эти фризы появятся в будущем. То есть, когда мы дойдем до какого-то определенного порога, фиг его знает. Поехали дальше. Но вот единственный плюс, да, того, что сейчас вот эту вот механику добавили с повышением третьему персонажа в отряде. Слияние до второго по силе персонажа в отряде. То есть, как? У вас есть три перса. Один, допустим, десятого, другой пятого и третий первого слияния. Третий персонаж, самый слабый в вашей коллекции, будет повышен до уровня слияния второго по силе персонажа в вашем отряде. То есть, он будет повышен, допустим, в отряде, где десятое, пятое, седьмое и первое слияние. Сейчас еще раз скажу. Десятое, пятое и первое. Чтобы вы там не перепутали. Вот. Будет повышен до пятого слияния. Персонаж первого слияния. Если будет, допустим, десятое, седьмое и первое, то, естественно, персонаж первого слияния будет повышен до седьмого. Если будет десятое, седьмое и пятое, то персонаж пятого слияния будет все равно повышен до седьмого. А если у вас, допустим, персонаж десятого, девятого и первого, то персонаж первого слияния будет повышен до девятого слияния. Ну и, соответственно, если два персонажа десятого слияния, то третий тоже повышается до десятого слияния. Что достаточно неплохо. Вот эта самая фича. Единственный минус. Персонажу вы не можете прокачать 60 уровень. То есть у него не будет никогда столько же характеристик, сколько было бы у персонажа. Да. Так, нам нужно здесь персонажа внешнего мира взять. Я вот думаю, кого взять. Можно типа теоретически Мелину взять, да? В некотором плане. Давайте мы её возьмём. Так же нам здесь не понадобятся уже серебряные и бронзовые персонажи. Поэтому можно взять алмаз золота. И да, кстати, вот у меня выпало из бесплатного набора. В принципе, Джейд. Да, я забыл ещё фильтр на внешний мир врубить. Но Псайбот у нас является классически одновременно персонажем из преисподней и персонажем из этого. Так, возьмём Шансунга вместе с Джейд. Мне Джейд выпало с бесплатного набора. После того, как закончились вот эти вот проблемы с техработами в игре, игра была недоступна где-то дня три. Ну, на самом деле два с чем-то, но типа я округлил типа три дня. Вот. О чём я говорил? Да, доступность игры. В общем-то, спустя вот эти долгие техработы, пока они выходные, все занимались решением вот этими проблемами с сервером, с новой об новой. Ну, как сказать-то. После этого всего игрокам решили подарить по тысяче душ каждому, кто зашёл после обновы. И также ещё три бесплатных набора. Два из них я уже собрал в первом бесплатном наборе. Или подождите, нет. По-моему, их четыре подарили. То есть, сначала подарили набор с рандомным алмазным персонажем всем. Лично мне выпала, по-моему, какая-то из Скарлетт. Я точно не помню какая, но вроде бы Ассасин. Если я не ошибаюсь, вроде бы Ассасин. Мне выпала Скарлетт. Так, давайте быстренько здесь развалим Джеки. Джонни Кейдж и, собственно, Скорпион. Вот. О чём я там говорил-то я уже забыл. Так, давайте получим, собственно, с вами наградки. Господи, я забыл реально. Я только что вот что-то говорил, и я сразу же забыл. Пять душ, кстати, получаем уже за промежуточные бои в четвёртой башне. За четвёртой и за восьмой. Но за двенадцатый, то есть прохождение вообще всей башни, нам дадут всего лишь достаточно бесполезный для нас серебряный набор. Для меня именно. Для новичков, конечно, это всегда топово. То есть не придётся трать 35 тысяч монет. Или 30, сколько он там стоит, я уж точно не помню. Это так давно было, когда я их покупал? Так вот. И после этого, теперь в течение трёх дней, сегодня, вчера и завтра, ну, как сказать, наименования дней уже устарели, потому что вы видите это видео только минимум завтра, как бы. Да? То есть для вас уже будет завтра, последний день, возможность получить какого-то из персонажей рандомных. То есть... Давайте мы разберёмся с Кенши. Просто один удар и всё, и минус парень. Понимаю. Так, ну здесь мы тоже завершаем своё победоносное шествие. Такс. Вот. И мне в бесплатном наборе, после Скарлетт, да, после того, как выдали всем тысячу душ плюс одного рандомного алмазного персонажа, разработчики сказали, что ещё будут три бесплатных набора каждый день в течение трёх дней. Вчера дали один из наборов. Я его уже собрал как раз, когда восстановили игру. И мне вот как раз в этом наборе выпала классическая Джейд. И теперь у меня есть ещё один персонаж. Замечательно. Также у нас, скорее всего, это не точная информация. То есть я не видел... Нету в файлах игры этого персонажа ещё. Но многие, как сказать, это... Покопавшись в файлах игры, говорят, что новым персонажем в игре будет классический Рейн. Но его пока нету в игре. То есть, если там, допустим, когда выходила классическая Джейд, Нуп Сайбот, Смоук, да, и их ещё не было в игре, люди находили их в файлах игры, и геймплей за них, и типа вставляли это... Была более-менее проверенная информация. И сейчас же просто нашли наборы. Скриншоты наборов типа нашли. Я не знаю, правда это или неправда. То есть утверждать на все 100% явно не стоит, что типа появился Рейн там в игре классический. Но вполне возможно, его добавят позже. И всё-таки наводки, которые пока нашли люди, они правдивы. Но опять же, это не точно. Подтвердить это я никак не могу. Да и никто, собственно, пока не может это особо подтвердить. Но посмотрим, может быть, потом ещё что-то люди нароют, уже более какую-то проверенную информацию, покопаются в файлах игры, может геймплей запишут. Хотя вроде бы пока вот на данный момент этого нет в игре. То есть самого геймплея Рейна. Так, получаем бесполезный мусор, как обычно. Абсолютно нам не нужный, который просто на голду разбирается. И переходим в последнюю башню. В вашем отреде должен быть Ермак. Последнюю башню, как обычно, нам уже придётся проходить с начала и до конца. И я не помню, сколько у нас Ермаков в игре, но надеюсь, штук 5 хотя бы есть. Давайте уберём фильтр на этих персов, добавим серебряный фильтр, потому что в первую очередь мы должны использовать с вами, как я говорил, серебряного Ермака. Вот он у нас. Ставим его сюда. Также можно теперь убрать фильтр на серебряных персонажей, нам больше не пригодится. Взять какого-нибудь персонажа, типа вот того же классического Нобасайбота, и взять дамагера. Я думаю, мы сыграем с вами за... Скорпиона. Холодной войны. Почему бы нет? И пойдём с вами на первые три боя. Ведь здесь уже пропускать бои можно только за души. Это совершенно невыгодно. Поэтому мы будем отыгрывать с вами в этой башне все 15 боёв. Вручную. Можно, конечно, поставить персонажа на автобой, но на автобой он даже дольше проходит, чем ты играешь сам, и тем более бот очень часто тупит, иногда не атакует, иногда часто меняется, иногда полчаса сидит в блоке. Бывает, конечно, что он и играет нормально. Я не знаю, улучшили ли они вообще... Ну, в смысле, разработчики улучшили ли они автобой. В новой обнове. Но чё-то я крайне сомневаюсь в этом. Вообще, как и таковых нововведений не очень много. Вот помимо вот этого вот режима повышения до второго поселия отряда, слияния в обычном... в режиме боя, битвы, быстрой. Это, по-моему, единственное, что они вообще добавили прям в игру. Ну и типа немножко подкрутили графен. Типа... Из-за которого у меня вот начались вот эти вот провисания. Видите? То есть какие-то микроподлагивания. Причём они очень сильно заметны в режиме... эээ... воинфракций. Если ещё, допустим... и ещё незаметны, допустим... Не-не-не... Блин. Это привычка пропускать бои. Чуть было мне сейчас не потратило 30 душ. Чуть было только что не потерял 30-ку. Ну да. Надо пока посчитать, сколько там у нас ещё ермаков. Ну как минимум есть ещё... три штуки, да? То есть дух, повелитель душ и фараон. Возможно, я забыл кого-то ещё. А, да-да-да, точно, ещё есть классический ермак. Точно. Как же могли забыть про классического ермака. Хм. Ну а пока... Пока играем серебряным. То есть всё-таки ермаков у нас тогда получается в игре три штуки. Кстати, такие жирные противники. Они чё-то... Вроде бы минимальный уровень сложности, а противники с одного комбо еле пробиваются. Да, сильно порезали они всё-таки урон алмазок. То есть теперь алмазки носят гораздо меньше урона из-за того, что у них меньше статов. И против золотых персонажей они дерутся куда хуже. То есть зачем было делать алмазки настолько слабыми? Непонятно. Так, а мы отправляемся с вами на следующий бой. Последний для серебряного ермака и Скорпиона. Ударной группы... Ой, не ударной группы, а холодной войны. Ну а поехали, разберёмся. И так как у нас сегодня выйдет новая башня, поэтому вполне возможно вечером я уже начну снимать прохождение новой башенки. Было бы неплохо. Плюс в игре добавилась ещё куча всяких разных багов. А, ну да, были ещё какие-то там изменения. Они вернули, короче, старый костяной щит. То есть теперь, когда вы атакуете по костяному щиту, по противнику не проходят удары. То есть костяной щит стал работать как раньше. И, естественно, давайте я возьму сначала следующего перса. Ещё расскажу вам о пару багах, которых я успел... Которые я успел увидеть. Так, сейчас только возьму одного из персонажей себе в отряд. Это будет у нас Combat Cap Sony Blade. А также возьмём какого-нибудь из персонажей в стиле... Допустим, Нуба Сайбота возьмём ещё одного, второго. Чтобы у него подвиги тоже качались. У нас уже, по-моему, пятого слияния, если я не ошибаюсь. У меня Tremor, смотрите, уже аж седьмого слияния. А где Нуба Сайбот вообще? Нет, чуть-чуть я уже далековато промотал. Он должен быть раньше Tremor, в принципе. Так, здесь Люкан. Да, вот он, я его пропустил. Берём Нуба Сайбота и также нам нужно взять Ермака. А алмазных Ермаков у нас в игре пока нету, поэтому мы просто возьмём с вами одного из золотых. Вот, собственно, возьмём Духа давайте. И, в принципе, команда более-менее нормальная. Поехали в бой. Так вот, насчёт багов, которые я заметил. Во-первых, иногда противники, так сказать, не противники, а твои персонажи при смене противника на персонажи бьют вражеского противника. Допустим, противник блокирует вашу атаку, то есть ставит блок, и по нему просто не проходит ни урон. То есть нету даже вида такого, что противник уносится урон через блок. То есть ты бьёшь базовыми атаками, и в итоге не наносишь урона противнику вообще. Иногда вот бывают ещё проблемы с какими-то, там, я не понимаю, неприятными такими отталкиваниями, когда противник или твой персонаж почему-то не отталкиваются некоторыми атаками. Иногда противники стали чаще вклиниваться в твои комбинации. Вряд ли это улучшение ИИ, скорее всего, это просто, опять же, вот эти баги-механики различные. Ну и куча вот таких вот мерзких, мелких таких багов. Я пока ещё мало, конечно, чего из этого увидел, потому что игра у них не так, чтобы долго. Но я думаю, чем дольше будут играть люди, тем больше они будут находить багов. Потому что, ну какое обновление Mortal Kombat Mobile без новых багов на персонажа и вообще в боёвке в системе. Я вообще надеюсь, что разработчики всё-таки пофиксят вот, как это сказать, вот эти вот пролаги. Но проблема, знаете, в чём? Обычно, если бы это было прямо у всех пользователей, либо у большинства пользователей, они бы, конечно, это пофиксили не сразу, в следующей обнове через полгода, но пофиксили бы. Но эта вот проблема, да, с какими-то вот пролагами, она встречается хоть и у некоторого количества пользователей, но недостаточно для того, наверное, чтобы разработчики обратили на это внимание и как-то больше оптимизировали игру, да. Вот что вот это было? Вот что это? Вот видите пролаги какие-то? И что это вот за анимация? Почему он взял меня рукой, при этом он находился от меня на полкилометра? То есть он бил только что, он взял за воздух меня и бил воздух своим кулаком. И вот эти вот всякие вот такие вот микробаги, какие-то глюки, какие-то непонятная хрень. Вот я не понимаю, как они это делают? Как они делают так, чтобы было хуже, чем было до этого? Я вот просто не понимаю. Это насколько надо быть рукожопом в этом плане, чтобы сделать хуже, чем было? То есть как ты разработал игру, ты добавляешь новых персонажей, новые механики, ты улучшаешь графику, и при этом у тебя с каждым новым обновлением всё работает через задницу и никогда нормально не работает. Вот те же вот эти вот обновления, да, то есть тех работ, которые длились на протяжении 3 дней, мне это пофигу, да, как бы мне не в лом подождать, но там люди все чуть ли не на говно изошлись. Типа, кто-то там души просрал, кто-то там сезон Войн Фракции не набил, кто-то ещё там чё-то. И при этом сезон Войн Фракции окончился, и типа, сколько ты набил до обновления за 1-2 дня, столько ты набил вот это вот. Так, ой-ёй-ёй-ёй, это, конечно, пропустил немного атаки. И это, прикиньте, это ещё первый уровень сложности. О, вот, видите, вот эти вот провиссоны, как вы только что заметили, я не мог набивать спецприём, процент урона в спецприёме из-за как раз этого подвисона, который возник. Так, ну здесь просто избавляемся от Джейсона и двигаем дальше. Видите, вот ещё во время подвигов, то очень сильно заметно, что иногда вот анимация зависает на долю секунды. Она даже не на секунду, не на две зависает, а просто вот на долю секунды. И потом отвисает. И вот эти вот штуки, они всё чаще и чаще начинают встречаться, чем дольше ты играешь в игру, тем они всё ужесточаются в этом плане. Давайте я возьму сейчас Смоука, допустим. Вот только его найти сначала, и заодно поставить Повелителя Душьер Мака в команду. И вот он, Смоук, кстати, совсем рядышком с ним стоит. Девятого слияния уже парниша, то есть совсем скоро будет уже десятого. Так, и здесь я бы хотел взять Джонни Кейджа Комбат Кап. Почему бы нет? Поехали с вами в следующие три боя. И вот я заметил при записи, что игра всё-таки немножко лагает. Ну, или даже не немножко, но подлагивает. То есть, мало того, что добавились фризы, так ещё и лаги эти остались. Без записи же всё стало работать гораздо лучше в плане именно плавности анимаций. То есть, без записи у меня игра прям вообще не фризит. То есть, как вот вы видите, да, на записи... Не фризия, так сказать. Вот, когда я вот такой комбо провожу, то видно, что есть небольшой такой, знаете, пропуск кадров, да. То есть, анимации не такие плавненькие, без записи всё идеально, всё плавно. Но вот фризы, фризы, да, то есть, когда во время боя, допустим, на долю секунды игра зависает, а потом отвисает, но при этом пропускаются несколько кадров анимации. Вот, и тебя-то могут случайно ударить спецприёмом выжившим, это вообще бесит. То есть, ты можешь реально, хоть и не так часто, потому что боты во время подвисаний тоже подвисают в некотором роде, но у них всё-таки идёт более прерогатива первого удара. Если это, допустим, при смене персов случается, то ты можешь просто по себе получить спецприём и даже не успеть его заблокировать из-за вот таких вот подвисонов. Либо же, если это происходит во время твоей атаки, у твоя комбо-атака может сбиться, и ты опять же пропустишь какой-нибудь спецприём от противника, и тоже будет мало приятного, честно говоря. Ну, я буду надеяться, что всё-таки когда-нибудь разработчики исправят вот... Вот что вот это вот сейчас было? Я наносил на Sony классической... О, вот, видели, видели, вот, вот это вот, про этот бак я и говорил. То есть, не бак, а именно лак. Вот это вот подвисон такой неприятный. Так, ну, пока что мы двигаемся дальше, пока особо каких-то трудностей мы не встречаем. Хотя, очень сильно стало заметно, что всё-таки мои персы стали наносить, особенно алмазные, золотым персонажам противника гораздо меньше урона. По словам разработчиков, они там всё это перебалансили. Только вот, не понимая зачем. Если раньше, допустим, да, тот же, допустим, я не знаю, там, чёрный дракон Кано, алмазный персонаж был слабее золотых персонажей, они сделали его ещё слабее. Ну, молодцы, чё я могу сказать, офигенно. То есть, давайте вы ещё потом, не знаю, в следующем обновлении сравняете силу алмазок и золотых персонажей, чтобы вообще не было никакого смысла выбивать алмазные карточки. Вот, и видите, тоже есть такие вот небольшие баги, в том числе, допустим, куда-то атакуешь противника. Казалось бы, он получает уроны, неважно, там, в лицо или в блок, и он просто после пары получения ударов в лицо, либо в блок, он перерывает твою атаку своими атаками. То есть, типа, что? То есть, ты даже не можешь быть уверенным в том, что твоя атака пройдёт, если ты уже начал атаковать. То есть, его может перебить бот. Это очень, конечно, неприятная тема. Давайте возьмём кейс спецагента. Нам ещё надо будет взять сейчас какого-нибудь из персов. Я возьму, наверное, сейчас уже защитника. И также вместо Повелителя Душ Ермака нам надо взять Ермака Фараона. Он уже больше такой, знаете, один из самых сильных персонажей золотых. Поэтому нам нужно мотать дальше. Дальше, чем Скорпион, дальше, чем Кунлао. И, скорее всего, он должен быть где-то вот среди Гора, Ханзо. Да, вот он, собственно, и есть. Ермак Фараон. Сейчас отыгрываем ещё три боя за Кесси. Но, естественно, будем завершать эту башню и этот этап испытания за Джонни Кейджа ударной группы. Пока, судя по моему опыту игры, игра не вылетала через определённое количество боёв. То есть, я помню, в каком-то обновлении они сделали так, что игра вылетала буквально через 30-35 боёв. Но в следующем обновлении, там через полгода практически, они исправили эту оплошность и игра стала нормально работать. Я очень надеюсь, что они вот с этими фризами тоже так же разберутся. То есть, я надеюсь, что всё-таки обратят разработчики внимание на недовольство некоторых из игроков, что у них стала игра вот подфриживать так сильно. Ну, не то чтобы сильно, но очень неприятно. Особенно, когда ты дерёшься о воинах фракций, выжившим, и тебе очень важно не пропустить удар противника, иначе ты просто рискуешь остаться без пары лямов очков. Это да. Вот. Я надеюсь, что всё-таки разработчики обратят на это своё пристальное внимание и попробуют исправить это в каком-нибудь следующем обновлении. Но явно этого стоит ждать не скоро, потому что даже если встречаются какие-то там критические баги, допустим, игра вылетает каждые 5 боёв, или, допустим, я не знаю, там, какой-нибудь перст становится абсолютно неиграбельным, он там не наносит урона со спецприёма какого-нибудь, да, то разработчики это фиксят обычно через, ну, не знаю, там, 3 месяца минимум, а иногда и вообще через полгода. То есть, плюс к тому же вот из-за этих новых техработ я не думаю, что они, как сказать, решатся что-то менять, потому что, мне кажется, они вот так редко выпускают обновления и фиксы именно багов, потому что они боятся просто всё сломать, чтобы у них вот опять, как в этот раз, было проблемы с игрой. Кстати, кейси отлично справляется. У меня, правда, вражеская кейси перебила, но это не страшно. О, терминатор вышел. Вот, вот, видите, вот этот фриз вот сейчас был неприятный. Вот такие вот штуки, они встречаются очень часто по игре. Очень неприятная тема, конечно. То есть, видели, там игра буквально на секунду зависла, ну, или на долю секунды из-за этого я мог бы получить урон, если бы у меня не было костяного щита. Так, мы двигаемся с вами дальше на последний бой за кейси, и после этого будем уже завершать башню за Джонни Кейджа ударной группы. То есть, вот, единственный плюс, да, который в обновлении случился, это вот костяной щит сейчас нормально работает, и добавили вот возможность быстрой битве возвышать персонажа до десятого слияния. Я, как понимаю, это сделано для того, чтобы новые игроки могли попробовать за счет, допустим, десятого слияния бронзы либо серебра каких-нибудь новых крутых золотых алмазных персонажей, и типа задонатить потом на них, потому что они хотели бы себе и 60-й уровень. Либо просто, знаете, даже не задонатить. Вот, опять, вот что это было вот сейчас, а? Вот видите, на секунду игра зависла, то есть... И вот в эти моменты реально противник может использовать какой-нибудь спецприем гадкий, если она зависнет в самый неподходящий момент, вот таким образом. Оно так зачастую происходит, в основном при смене противника персонажами. Либо при... Твоей атаке, я не знаю, там. То есть, очень неприятная такая тема появилась в игре. Так, и давайте я возьму сейчас себе... Я даже не знаю, кого мне взять толком-то. Давайте возьмем с вами Тремора в качестве дополнительного бойца. У него там уже должно быть много атаки, да. Вместо Терминатора. Вместо Ермака мы, соответственно, возьмем классического Ермака. Он у нас имеет даже больше атаки, чем золотой Джонни Кейдж... Ой, алмазный Джонни Кейдж. Но меньше здоровья, да. Вот сравните. Вот, допустим, сейчас, раньше... Скорпион ударной группы имел атаки больше. Но сейчас он имеет атаки меньше, чем даже Мелина Пронизывающая. Чем спецагент Кейси Кейдж. Чем костюм Джеки Брикс, Шинок и Мелина Классическая. И при этом раньше, допустим, у классического Рептилии было 70 тысяч атаки и примерно 170 тысяч здоровья. Сейчас стало 67 тысяч атаки и 148 тысяч здоровья. И так же со всеми персонажами произошло. Причем слабее всего это коснулось именно золотых персонажей. А вот алмазные очень сильно получили дебафы. То есть давайте сравним костюм Джеки Брикс и Черного Дракона Кану. Вот колоссальный пример. Костюм Джеки Брикс и Кану. Одинаковая атака, но у Кану меньше здоровья. Хотя он алмазный десятого слияния. Костюм Джеки Брикс, она золотая. Это при этом еще что на Кану снаряга стоит. На Джеки Брикс вообще никакой снаряги нет. Ну ладно. В общем-то, че это я болтаю? Давайте лучше начинать. Команда у нас сформирована. Осталось только надеть на всякий случай снаряжение нашего Джонни Кейджа. На всякий случай. Возьмем молот гнева. Возьмем с вами вместо револьверов. Они нам особо не пригодятся. Тамагав кровавый. Здесь возьмем шлем. И соответственно возьмем последним предметом бледную татуировку. И будем потихоньку заканчивать наш с вами башенку. И собственно, испытание на легком уровне сложности. Как-то так. Я очень надеюсь, что в записи игра будет отображаться без лагов. И что вообще записывается у меня в видео. Потому что я давно уже не проверял. То есть надеюсь, что они не напортачили с записью. То есть игра в записи нормально работает. Ну то есть записывается нормально. Без отставания звуков каких-нибудь там. Как в некоторых играх бывает. Без, как сказать, пропуска особого большого количества. Кадров, чтобы это хотя бы смотрибельно было. Так как игра у меня и так немножко подлагивает. А в записи она подлагивает еще сильнее. Но. Хотя вот. Если бы не было фризов. Игра работала идеально без записи. На записи, конечно же, есть пропуски кадров. То есть анимации более такие дерганые получаются. Вот. Опять вот эти вот фризы. Вот эти фризы. Это самая главная проблема. Не было бы этих фризов. Было бы прям все идеально в новой обнове. И я бы не. Как сказать. Не возмущался. Не статами персонажей. Ничем этим. Потому что игра бы сама игралась гораздо лучше. Но вот новый. Новый баг. Вот эти фризы дурацкие. Не у всех. То есть не у всех людей. У меня вот. Конкретно у меня. Вот на моем телефоне. Вот этот вот. Фризы эти дурацкие есть. У некоторых людей все нормально работает. У большинства. Я бы даже сказал. Работают нормально. Но вот примерно у 10, 15, 20, 25 процентов. Где-то в таком духе. От 10 до 25. Я точно не знаю. Потому что я как бы. Но вот я говорил о том. Что игра стала после обновы фризить. У кого так же. И допустим. Там где-то 50 процентов людей отписалось. Что у них тоже стала фризить игра после обновы. Но это опять же те кто отписался. 50 процентов сказали что фризит. 50 процентов сказали что у них все нормально. Но я думаю конечно что все таки тех кого фризит меньше. Просто люди которых вы на фризит. Они больше обратили на это внимание. На мое сообщение. Вот опять вот этот фриз. Непонятный. Ну и добиваем собственно чернокнижника. И вот эти фризы могут быть очень даже неприятными на боссах в новых башнях. Из-за этого мы сможем может быть будем пропускать атаки. А кстати чуть не забыл. Немножко понерфили скорость моему любимому персонажу. Ну конечно. Кого нерфить как не скорпиона МК-11. Его уже перенерфили по 50 раз серьезно. То есть скоро он вообще неграбельным станет персонажем. Чувствую я. Но пока еще более-менее из него можно отыгрывать. Но уже гораздо хуже чем раньше. Он стал гораздо чаще пропускать атаки. Его комбо стали не настолько идеальными. Потому что ему чуть-чуть понерфили скорость его атак. Но по крайней мере вроде бы комбо вот с первым спецприемом вроде бы еще не изменили. Но я еще не пытался его прям закручивать. Так я хотел использовать второй спецприем на боссе. Но я его что-то и так завалил. Он что-то не поставил блок. Из-за этого греб очень много урона получил. Так, ну и на этом у нас собственно испытание на этом уровне сложности было пройдено. Да, и мы можем получить с вами души. Во-первых, за прохождение последней башни 50 душ. И самого Кракена 54 души еще дополнительно. Отлично. Греба с того смертного здесь легкость и определенно нормальную сложность. Можливая коллекция исправится с испытанием высокого уровня сложности. Ну посмотрим. Требования у нас абсолютно идентичные. За исключением последней башни именно золотой ермак. То есть серебряного нам уже нельзя будет использовать. Понял, принял. Ну и поехали с вами. А, что поехали. То на этом я буду пока заканчивать. По идее мы с вами в следующем видео. Где я буду проходить на втором и на третьем уровне сложности. Еще два видоса будет. Как минимум. В общем-то на этом буду пока заканчивать. Вам огромное спасибо за просмотр. А с вами был Ник. Удачи. До скорых встреч. И мы еще увидимся. На этом пока что все. Пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.